Всем привет! Очень важный параметр у радиоприемных устройств это динамический диапазон. В наше время когда эфир, особенно на УКВ, перегружен мощными сигналами, то такой параметр как динамический диапазон по блокированию становится очень важным. Приемник имеющий высокую чувствительность может не обеспечить эту самую чувствительность из-за того, что он имеет невысокий динамический диапазон по блокированию и мощные внеполосные сигналы расположены пусть даже далеко от рабочей частоты приемника будут мешать его работе. Продолжая свой рассказ о приемнике Малахит, в этом видео я попробую приблизительно оценить его динамический диапазон по блокированию и сравнить по этому параметру с приемником BioKDX. Для оценки приемников по этому параметру я буду использовать два высокочастотных генератора. Один из них будет формировать слабый сигнал на уровне чувствительности приемника и приемник будет принимать этот самый сигнал. В качестве этого генератора я буду использовать китайский высокочастотный генератор, о котором я вам уже рассказывал. Вероятно точность калибровки этого генератора не высокая, но для этого эксперимента это не имеет значения, главное, чтобы была просто слабенькая несущая на уровне чувствительности приемника. Второй высокочастотный генератор будет формировать сигнал, отстоящий по частоте от первого на некоторое значение, значительно превосходящий полосу пропускания приемника. И этот сигнал я буду постепенно увеличивать, пока не наступит перегрузка входных цепей приемника. В качестве второго генератора будет использоваться генератор Рода Шварц. Сигналы с обоих генераторов будут подаваться на схему сложения, в которой сигнал ослабляется еще на 3 дБ и из показаний генераторов нужно вычитать эти самые 3 дБ. Сравнение буду проводить в диапазоне 7 МГц, это почти середина КВ и рядом по частоте всегда много мощных вещательных станций. Уровень сигнала на выходе генератора минус 114 ДБМ, 3 дБ ослабления схеме сложения получаем минус 117 ДБМ или 0,32 мкВ. Мешающий сигнал на втором генераторе пока выключен. Так слышно сигнал с этим уровнем на приемник Малахит со включенным предусилителем. При отключении предусилителя слышно становится совсем слабо. Подаю мешающий сигнал на частоте 7500 с уровнем минус 70 ДБМ. Никакого влияния на прием основного сигнала он не оказывает. 70 ДБМ это 71 микровольт. Увеличиваю уровень мешающего сигнала до минус 60 ДБМ это всего 0,22 мВ. И при включении этого мешающего сигнала появляется еле заметное ухудшение приема основного сигнала. То есть первые признаки ухудшения приема за счет наличия мешающего сигнала у приемника Малахит у нас с вами проявились при уровне мешающего сигнала на выходе генератора минус 60 ДБМ минус еще 3 дБ ослабление в схеме сложения сигналов. То есть минус 63 ДБМ. Полезный сигнал у нас идет с уровнем минус 117 ДБМ. Это 0,3 мкВ. Чувствительность приемника Малахит. То есть разница между этими сигналами 54 ДБМ. То есть очень сильно придираясь к этому приемнику можно сказать, что динамический диапазон по блокированию, по первым признакам появления ухудшения приема, у этого приемника 54 ДБМ. Давайте посмотрим, что будет при дальнейшем увеличении уровня мешающего сигнала. Мешающий сигнал минус 50 ДБМ это 0,7 мВ. При этом у нас возникают значительные помехи приема. При дальнейшем увеличении уровня мешающего сигнала до минус 40 ДБМ прием становится практически невозможным. Полное прекращение приема у нас с вами наступило при уровне мешающего сигнала минус 40 ДБМ, а это динамический диапазон 74 ДБМ. Но на самом деле и при минус 50 ДБМ нормальный прием уже был невозможен, а это 64 ДБМ. То есть в общем динамический диапазон где-то здесь находится в районе 60-70 ДБМ, смотря по каким критериям считать прекращение ухудшения приема. Для меня хоть малейшее какое-то ухудшение приема является уже признаком того, что приемник перегружается и это и есть граница динамического диапазона. И странно выглядит ухудшение приема в виде появления какого-то жужжания, а не пропадания основного сигнала. На первый взгляд кто-то может подумать, что это высокочастотный генератор выдает у нас такой сигнал с помехой, но генератор этот стоит раз в 50 дороже, чем приемник Малахит. Это во-вторых, а во-первых у нас с вами есть другой приемник и мы на него еще послушаем сигнал при тех же самых обстоятельствах. Бывает начинающие радиолюбители, не знающие что такое динамический диапазон, говорят нужно отключить предусилитель, включить аттенюатор, тогда мешающий сигнал не будет мешать. Все верно, мешающий сигнал не будет мешать, но тогда слабый сигнал мы не сможем с вами принимать. Вот например смотрите при отключении предусилителя у нас прекращается нормальный прием сигнала с уровнем 0,3 микровольта и так. Теперь посмотрим как ведет себя приемник Билка при тех же самых обстоятельствах. Те же самые генераторы, те же самые частоты, те же самые уровни сигналов и та же самая схема сложения сигналов. Постепенно увеличивая уровень мешающего сигнала. Минус 40 дбм, никакого ухудшения приема. В момент включения и выключения мешающего сигнала слышим громкие щелчки, но сам прием при этом не ухудшается. Увеличиваю уровень дальше. Что я могу сказать. Разница в динамическом диапазоне огромная. Но малахит это не только КВ приемник, он работает еще в длинных средних волнах. И огромную часть УКВ диапазона принимает. На него можно послушать лоу-бенд, аир-бенд, двойку, 70, вещательный УКВ диапазон. Так что у него есть другие преимущества. А чтобы немного более было понятно цифры динамического диапазона, то 55-65 дб это хуже, чем у любого КВ-трансивера промышленного изготовления. То есть любой ЕЗУ-ФТ 840 90-х годов или Айком 706 с ужасным динамическим диапазоном, они все равно лучше имеют динамический диапазон, чем приемник Малахит. Но Малахит это приемник маленький, автономный и плюс еще такой широкодиапазонный. Ну а как на практике скажется такой низкий динамический диапазон этого приемника? А скажется он так, что при работе на большие антенны придется постоянно пользоваться такими органами управления, как включение-отключение предусилителя, аттенюатора, включение ослабления усиления в смесителях микросхемы MSI-001 и тому подобным, всеми регулировками имеющимися в этом приемнике, придется пользоваться, чтобы ослаблять влияние сильных сигналов, каких-то внеполосных, но в то же время не потерять чувствительность к нужным нам сигналам. А при работе на телескопическую, на короткую антенну, скорее всего этого вообще будет незаметно. Конечно можно было провести этот эксперимент не только в диапазоне 7 МГц, но и в других диапазонах в 1,9, 14, 28 МГц, в любых других и с разным разносом между мешающим и полезным сигналом. Но большого смысла в этом я не вижу, так как с помощью этого видео я хотелось лишь показать, какой динамический диапазон у приемника Малахит и как он отличается от приемника БиОКДХ. А на какую-то точность лабораторных измерений я конечно же здесь не претендую, я вообще можно сказать не измерял никакие параметры, а приблизительно их оценивал. Интересно было бы сравнить приемник Малахит в реальной работе с тем же самым приемником БиОКДХ, например в полях на телескопическую антенну и на большие на какие-то проволочные антенны, сравнить какой из них как будет себя вести, как будет принимать реальный сигнал. А также интересно конечно сравнить приемник Малахит с какой-то УКВ техникой в УКВ диапазоне. Ну а это все будет в отдельных видео, а сейчас пока на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Слушайте эфир на разные приемники. Если вам нравится то, что я показываю в своих видео, то подписывайтесь на канал, на группу вконтакте и в фейсбук. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока.